Всем привет, меня зовут Илья. Давненько меня не было, целый месяц даже больше я не мог снимать видео из-за переезда и всех этих бытовых дел, которые с этим связаны, что крайне нежелательно для ютуба. Это не очень хорошо, такие большие перерывы, но, несмотря на это, мне очень приятно, что на мой канал вы продолжаете подписываться, это очень круто и не стало меньше подписчиков, так скажем, подписчики также росли, это круто, респект вам. Сегодня будет некое видео камбэк, некий урок, видео урок, через который я буду входить в свое привычное состояние вещей, в привычное состояние бытия, так скажем, разгоночное видео. И тему я сегодня выбрал для этого гаммы. Сегодня мы поговорим про гаммы, про лады. Эта тема довольно интересная. Как я понял по своей группе ВКонтакте, в которой я выложил пост с гаммами и, судя по комментариям, мне стало очевидно, что далеко не все понимают, как гаммы работают, как лады работают, как их использовать, зачем это все нужно. Путаются в тональностях, не понимают люди абсолютно. Мне кажется, что, наверное, процентов 50 зрителей, которые меня смотрят, музыкантов, они не понимают до конца, как устроена диатоника, как устроена не диатоника и так далее. Цель сегодняшнего видео будет раскрыть максимально простым языком, максимально с меньшим количеством воды и всякого бреда по теме, с функцией ладов, для чего они нужны, что такое диатоник, что такое не диатоника. Мы разберем диатонические лады, мы разберем не диатонические, как их использовать. Две концепции использования ладов мы сегодня разберем и все, что с этим связано. Валком. Также в конце будет небольшое домашнее задание для тех, кто хочет разобраться и тех, кто хочет себя проверить. Для этого канала это довольно нетипично, поэтому посмотрим, что из этого получится. Цифра 1. Чем отличается гамма от лада? Ответ ничем, это одно и то же. Цифра 2. Зачем вообще использовать гаммы? Ответ очевидный. Необходимо играть каждый лад диатонический-не диатонический для того, чтобы запоминать, как он звучит, для того, чтобы обыгрывать им аккорды, строить на основе их мелодий. Соответственно, чем больше вы гамм знаете, тем больше вы ладов знаете. У вас больше красок и больше вариантов обыгрывания. Ваш, как композитор, как художник, как музыкант, больше средств выразительности. Вы круче становитесь, вы начинаете, так скажем, пестрить всякими фразами, пестрить всякими вариантами обыгрыша. Это важно. Это некая начальная стадия. Через это должны пройти все музыканты. Для того, чтобы, как это сказать, для того, чтобы научиться нарушать правила, для того, чтобы научиться что-то создавать новое, нужно знать основы, знать базу без этого вы не сможете поэтому рекомендую играть каждый лад слушать как он звучит и запоминать его звучание для того чтобы использовать там где надо для того чтобы развивать вашу мелодию вашим процесс так как вам хочется чтобы управлять своим мозгом управлять тем что из вас идет поэтому через это нельзя это нельзя обойти стороной каждый музыкант должен сыграть гамма играют поют даже вокалисты даже саксофонисты трубачи флейтисты банджисты утюгисты все абсолютно играют гаммы если они хотят быть лидерами если не хотят быть профессионалами если они хотят выражать свои мысли в полном объеме и быть крутыми музыкантами буду предельно откровенен мне было довольно тяжело готовить это видео мне пришлось посидеть много часов а это для меня но если я посидел час над видео это много это я считаю что подготовился это в общем неспроста почему мне было сложно потому что я уже давно даже забыл название тех ладов я их давно не играю в полном объеме в оригинальном виде потому что у меня сложился уже хоть свое фразировка свой набор фраз свои набор пассажей свое так скажем язык какой-то определенной в музыке которая надо развивать но после того как я подготовился посидел к этому видео позанимался поиграл опять эти гаммы все сыграл нашел какие-то которые вообще неизвестны мне были и многим из вас это на самом деле было очень полезно и это освежило моим мой взгляд на музыку и у меня появились какие-то новые идеи даже и я не спис так как бы начал так дальше развиваться с новой головой на новом уровне и опять эту тему как сказать прошел перевернул ее для себя открыл заново и это очень полезно на самом деле в моем понимании конечно же можно сыграть абсолютно любую ноту на любой аккорд главное и услышать предварительно например джон колтрейн играл на до мажор си мажор и у него все звучало хорошо что такое диатонические лады или натуральные лады это семь октавных звукорядов расположены на каждой ступени мажорной гаммы в каждой гамме есть 7 ступеней цифра 7 это синоним диатоники в диатонической гамме всегда 7 ступеней дальше мы будем говорить про не дни диатонические лады там может быть 6 может быть 8 может быть 9 но может быть 7 но в не этим отличается диатоник не диатоник диатоника это 77 ступеней и так разберем два подхода к ладам кто два основных подхода к использованию обыгрывания аккордов с помощью ладов первое это диатонический так подход второй не диатонический они очень тесно связаны один вытекает из другого но очень важно проговорить изучить их оба и понять чем они отличаются и как можно использовать не диатонические диатонический склад и мы разобрали что диатоник это семь ступеней образованные от у нас 70 в рядов образованы от натурального мажора тут мажор всему голова соответственно все вот эти воды которые вы слышали миллион раз там дариски фредеский и или диски мексоледийский натуральный минор лакрийский это все дома это все мажор это все мажор это все мажор на гамма просто сыгран от разных ступеней и так начнем разбираться начнем вникать построим мажорную гамму будем смотреть от соль так будет удобней соль мажор у нас получилось соответственно 7 звуков 70 эти 7 ступени образуют соль мажор соответственно эти все ноты это будет наша диатоника по всему по По всему грифу, по всему диапазону инструмента. От любой ступени мы играем эти ноты. От любой назад, вверх, вперед, как мы ходим. Это будет соль мажор, это будет диатонический подход. Соответственно, от первой ступени мы строим, естественно, до мажора. Если мы играем этот же тональный соль мажор, только от второй ступени, это будет аресткий лад. Вот он звучит. Я не меняю позицию, чтобы было понятно. Мы его выделяем в отдельную позицию, играем здесь. Но это одно и то же, что здесь. Это одно и то же. Просто здесь я показываю на до мажоре, чтобы вы понимали. Мы играем все те же 7 звуков, которые в соль мажоре. Но получается другой лад, другая окраска. Дарийский лад на второй ступени. Мы ничего не добавляем. Вот он, диатонический подход. На третьей ступени у нас, соответственно, здесь будет фрегийский. Я его играю здесь. Недаром я взял соль мажор, чтобы было понятнее, чтобы было больше, так скажем, вертикальных вариантов. Соответственно, если мы на этом же соль мажоре сидим и играем, а третья ступень, получается фрегийский лад. Это уже другие оттенки, это уже другой звук. Но это все тот же соль мажор. Мы его обычно выводим на отдельную позицию. Для чего это делается? Это удобно для того, чтобы охватить максимальный диапазон ладового инструмента. Соответственно, мы их переносим горизонтально. Но это все делается здесь, чтобы вы понимали, что это все та же мажорная гамма. Это все гаммы диатонические, это все мажор. Значит, фрегийский лад. Я его показал здесь. Ну и мы его можем вывести сюда. Вот так он звучит, такое испанское звучание. Соответственно, фрегийский лад, это еще одна краска. Он звучит по-другому. Вроде бы это все те же ноты соль мажора, но это другой лад, это другое звучание, другой характер. Мы можем по-другому здесь строить мелодию, можем другие идеи высказывать, можем другую картинку строить. Вот он у нас. Соответственно, первая, вторая, третья. Вот на третьей ступень соль мажора у нас это нота си. Отсюда строится фрегийский. Далее у нас будет нота до по, соответственно, нашему семиступенчатому звукоряду. Нота до. Здесь мы устроим ледийский, соответственно. Можно его построить здесь. Вот он. Немножко другое звучание уже. Но мы его переносим сюда. Вот он, ледийский лад получается. Он мажорный, соответственно, несмотря на то, что он мажорный, у него опять же своя краска есть. Это все тот же соль мажор. Вот он. Я играю обычно все, захватываю одну позицию. Здесь могут быть разные лады, здесь могут быть разные, так скажем, краски. Но, чтобы вы понимали, это то же самое. Вот он, пятая ступень. Пятая ступень, доминантовая ступень. Здесь у нас миксердийский лад. Доминант септаккорд. Строится семерка, малый и мажорный септаккорд. Вот так он звучит. Очень важная доминантовая ступень, разрешающаяся в первую. Соответственно, я могу сыграть здесь, да? Допустим. Либо так, либо так. Либо здесь. Это все одно и то же, все звуки. Но мы двигаемся так, выделяем отдельную позицию для каждого лада. Поэтому название лады. Для того, чтобы было удобнее, для того, чтобы видеть, лучше охватывать ноты, для того, чтобы максимальный диапазон инструмента реализовывать. Соответственно, дальше у нас после пятой ступени, это у нас ре, шестая ступень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая ступень ми. Вот она у нас. Ми вот она. Берем здесь, если мы двигаемся горизонтально, вертикально. Да, вот она. А здесь у нас будет шестая ступень, натуральный минор. Натуральный минор у нас это параллельный минор. Соответственно, в соль мажоре ми минор будет параллельный. Это будет шестая ступень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Посчитали. Либо мы его переносим сюда. Минорный аккорд Натуральный минор Тут можно не только натуральный минор сыграть Но это в следующем нидиотоническом подходе Соответственно, вот он здесь у нас Вот он, мы его сдвигаем здесь Это тоже нанорный Далее, последний, на седьмой ступени У нас лакрический строится лад Либо здесь также полуменьшенный аккорд у нас находится Он совсем рядышком с нашим натуральным мажором Совсем рядышком с нашей тоникой Вот, лакрический лад Вот так он звучит Здесь у нас будет вот так выглядеть Это у нас нота, соответственно, фа-диез Вот мы пришли фа-диез Последний лад И дальше у нас наш опять Наш мажор Тем самым мы сейчас быстро пробежали Чтобы вы понимали всю диатоническую систему ладов Это все мажор Так проще понимать Можно, конечно, приравнивать Некоторые, опять же, теории гласят, что это мажор именного равны Но, как я еще раз повторюсь, проще думать так, что мажор основа И многие, так скажем, истории, многие музыканты очень крутые подтверждают только теорию Значит, у нас все от мажора Собственно, мы проиграли всю диатонику с вами Расскажу историю Я давным-давно поступал в Белогородский институт культуры Поступил и на вступительных экзаменах Со мной поступала подруга И на вступительном экзамене один из завкафедры, так скажем У нее спросил Там было фоно общее Надо было сыграть на фоно И он ей попросил сыграть там То ли гармонический минор То ли мелодический В общем, что-то страшное для нее было Что-то страшное вообще для вокалиста Гармонический минор И она такая открыла рот и говорит Я не знаю каких-то сложных гамм Я никогда не изучал этих ладов В общем, я не могу сыграть На что профессор сказал Ну, так сыграешь, что ты можешь, какую ты умеешь Что ты умеешь сыграть? Она говорит Ну, до мажор я могу сыграть На что завкафедры сказал Ну, в общем-то, до мажор это самая сложная гамма И вот этот случай, так скажем Он только подтвердил Правдилась моя теория Что до мажор это основа основ Соответственно, это основа диатоники Важно понимать, что диатоническая система Она относится в первую очередь Западной Европе К Европе, к западной культуре Это еще Вся вот эта корни Вот этой всей диатоники Этих натуральных ладов диатонических Это античность, потом средние века И также это было связано с церковью И это одна из систем лишь Это всего лишь одна из систем Например, на Востоке нет такой системы Они пользуются другой Там может быть не семь ступеней А много, гораздо больше Например, у них между до и между си Там еще может быть четыре ноты Поэтому это, так скажем, наша упрощенная Такая европейская система Есть и другие Итак, плавно переходим ко второй концепции Ко второму принципу использования ладов Ко второй части, так сказать Ко второй группе ладов Если у нас первые были диатонические лады от мажора Вторые у нас не диатонические лады Мы сейчас разберемся Что это за лады Как они называются Как их играть Зачем они нужны Почему они не диатонические И т.д. и т.п. Первое Для чего это нужно? Это как выход за рамки реальности Это как расширение возможностей музыкантов Для того, чтобы можно было иметь в арсенале Большее количество красок Для развития своей мелодии Для развития своей композиции Для развития своей игры Для сочинения музыки Это еще плюс дополнительный набор инструментов Для игры и, так скажем, выражения себя Как работает в действии Не диатонический подход? Возьмем, к примеру, малый мажорный септаккорд Семерочку до До семь Соответственно, с точки зрения диатоники У нас здесь строится миксидийский лад От первой ступени Это и до У него есть свои семь ступеней Это диатоника Цифра семь Все ясно Но, если мы начнем Так скажем Расширять свой Художественный инструментарий И сыграем, к примеру Фразы на основе Уменьшенной гаммы Уменьшенная гамма Казалось бы Ее тут не должно быть Эта уменьшенная гамма Она не диатоническая Здесь нет даже Там даже не столько ступеней Сколько в миксидийском и так далее Но она хорошо звучит То есть мы С помощью уменьшенной гаммы Добываем еще какие-то краски То есть он звучит уже не так банально В отличии, например, если бы я играл просто миксидийским ладом Также мы можем играть на эту семерочку К примеру, блюзовую гамму Которая тоже не является диатонической И это будет звучать так Тоже хорошо В отличии Совершенно другие краски В отличии от миксидийского Мы нашли еще какое-то поле для деятельности Мы нашли какие-то еще варианты развития мелодии Т.д. Вот так именно работает не диатонический подход Далее, к примеру Берем натуральный минор Обычный Ну, к примеру, АМ Вот взяли АМ Ну, любят люди АМ Вот это все дела Можно взять так Можно взять так Давайте возьмем вот так Вот такой АМ Я могу построить свою басовую линию Или сыграть импровизацию Или сыграть какую-то мелодию Придумать ее на основе Ну, АМ натуральный минор Окей Но я могу подумать и скажу Опаньки, я хочу каких-то красочек Я хочу радости, счастья Я хочу, не знаю, разных цветов и так далее Тогда мы можем попробовать, например, сыграть гармонический минор Появились новые краски, не так ли, друзья? Появились какие-то восточные мотивы Восточные, так скажем, какие-то восточные привкусы И мы уже можем здесь построить какую-то мелодию Немножко не такую, которая, например, была в натуральном миноре и так далее Или я могу сыграть, например, мелодический Это все аккорд АМ Мы тут не думаем вообще не о диатонике Просто вот есть АМ И я знаю лады И я использую недиатонический подход Я играю эти недиатонические лады Соответственно, могу гармонически мелодически Совершенно по-другому И мы можем здесь строить уже немножко другую мелодию Можем какие-то ходы для своей мелодии Для импровизации, для аккомпанемента Использовать какие-то новые ступени И тем самым делая звучание таким, каким мы хотели бы его видеть и слышать Итак, немножко подытожим Немножко подытожим Мы сделаем паузу Выясним, какие мы недиатонические лады сегодня нашли Первая у нас это уменьшенная гамма Давайте от до, раз мы до 7 строили Уменьшенная гамма Очень мастхевно, очень круто звучит И обыгрывать можно огромное количество аккордов Альтерированных Обычные даже септ-аккорды можно обыгрывать Она придает такое фьюжновое звучание На основе нее можно делать крутые рифы Например, вот Ну, всякие такие штуки Она звучит так вот остренько Звучит так вот по джазу фьюжену Если вы хотите добавить фьюжна Не можно использовать уменьшенную гамму Как она звучит? До уменьшенной лад Большое количество аккордов можно обыгрывать вот этой уменьшенной гамме В общем, знать ее очень желательно Дальше мы выяснили Есть гармонические мелодические миноры Их тоже можно использовать для обыгрывания миноров И, соответственно, для того, чтобы Как я уже сказал Какие-то новые краски Новые варианты мелодии находить Начнем с гармонического В гармоническом миноре у нас повышена седьмая ступень Относительно натурального минора Второй минор, который мы узнали Это мелодический Соответственно, там повышается шестая и седьмая Как он звучит? Вот это что-то с мелодическим минором Соответственно, звучит по-своему Дальше четвертая Это блюзовая гамма Все ее знают Она тоже относится к недиатоническим ладам Вот как она звучит Раз, два, три, четыре, пять, шесть Здесь всего шесть ступеней Если вы начнете эту тему разбирать После этого урока Сами сидеть Вы поймете, что в недиатонических ладах Там не семь Там может быть шесть Может быть восемь Может быть девять Может быть также семь ступеней Потому что это лады, которые не привязаны к диатоник Не привязаны к мажору Они сами самостоятельные Они самостоятельные Тут может быть сколько угодно, чего угодно Дальше, мои дорогие друзья Я вам скажу такую вещь От которой вам станет немножко не по себе И вы скажете What the fuck, Илюша? Ты что, не спал целые сутки? Мажорная и минорная пентатоника Также относится к недиатоническим ладам Вы меня спросите Да ты чего? Почему это? Это все диатоника Это все нормально, нормально Нет А я скажу нет Потому что в диатонических ладах Как я сказал Семь ступеней А в пентатонике Если вы посмотрите И разберетесь Включите мозг Поймете, что там их пять Поэтому пентатоника Это не диатонические лады Это минорная и мажорная пентатоника Они относятся к диатонике Поэтому есть специальная даже тема Те, кто учится в училищах, музыкальных школах Это называется тема пентатоника в пяти позициях Так как они строятся и учатся Специальные позиции Специальные, так скажем, пять ладов В рамках пентатоники Это как отдельная тема Так звучит минорная Мажорная и минорная пентатоники Далее У нас осталось две последние важные Недиатонические гаммы Которые должен знать каждый уважающий себя гражданин Первая, это целотонная гамма Целотонная, это гамма по целым тонам Она вот так звучит Если почитать количество ступеней Раз, два, три, четыре, пять, шесть Тут шесть ступеней Она, да, то есть опять же Недиатоническая, шесть ступеней, не семь, не семь Понимаете, вот в этом все и заключается Вот так она звучит Тоже ей можно обыгрывать Находить какие-то определенные фразы Находить какие-то оттенки Обыгрывать септ-аккорды Альтерированные аккорды Поиграйте, послушайте Запомните, как она звучит Она немножко похожа на уменьшенную гамму Очень похожа Там одна ступень только отличается По сути Вот, ну очень похожа Но по сути это одно и то же Можно сказать Ну вот разделяют они уменьшенную, целотонную Обыгрываются примерно те же аккорды Альтерированные с пониженной пятеркой и так далее И такие с пониженной второй ступенью Даже можно обыгрывать С повышенной, пониженной пятерками и так далее Вот эта целотонная гамма Также для альтерированных фьюженовых аккордов Хорошо заходит Последняя недиатоническая гамма О которой мы поговорим в этом видео Это будет альтерированная гамма С пониженной второй ступенью И с повышенной одновременно Она хороша для обыгрывания альтерированных аккордов Где бемоль 9 присутствует Бемоль 9, к примеру Сейчас покажу Вот так она звучит Здесь у нас присутствует пониженная девятка и пониженная пятерка Соответственно, хорошо подойдет опять же альтеринговые аккорды Где мы видим бемоль 5, бемоль 9 Даже, например, диез 5 тоже подойдет Да, и также повышенные девятки В общем, сложные аккорды Эта гамма подойдет для обыграя Но это не значит, что обычные аккорды она не подойдет Очень даже нет Можно обыгрывать обычные саптаккорды И находить для себя какие-то новые краски Вернемся немножко назад к диатонике Давайте попробуем Как я уже столкнулся до этого Люди не понимают, как искать тональности по ладам Например, видим мы там иксеридийские от ноты фа И как определить, какая тональность по гаммам, по ладам Тут есть две концепции Одна продвинутая, другая менее продвинутая Первая концепция Это просто заучить, на каких ступенях какие лады играются Например, если мы сыграем иксеридийский лад Мы знаем, что иксеридийский лад на пятой ступени мажора строится Соответственно, мы пятерочка Представляем, что это до, это пятерочка И мы попадаем в соль Фа точно, фа Соответственно, это будет фа-мажор тональность Если мы сыграем до иксеридийский лад Это будет фа-мажор То же самое работает, например, сыграем мы натуральный минор от ноты ми Вот, натуральный минор Как найти, какая это будет тональность? По простому принципу Опять же, потому что я до этого говорил Это мы запоминаем, какая ступень Мы отсчитываем, значит, если это шестая ступень Мы знаем, что на шестой ступени строится параллельный минор Мы отсчитываем просто шесть ступеней по мажору Как это делается? У нас получается проще, как сделать Можно вперед отсчитать три или шесть назад Вверх, точнее, три Если мы вверх отсчитаем три, мы получим соль-мажор Соответственно, ми Это у нас шестая ступень в мажоре Мы ее можем перейти сюда и построить соль-мажор Вот она у нас ми Ми натуральный минор Соответственно, если мы строим ми натуральный минор Это у нас тональность соль-мажор По этому принципу Второй способ определения тональности по ладам Более продвинутый, более сложный Для тех, кто уже знает басовый ключ Для тех, кто уже немножко шарит в теории Он более сложный, но Это не значит, что на него стоит сбивать Мне кажется, он даже более правильный Это по количеству знаков Мы играем просто лад, который нам нужен Лидийский, фрегийский, микс-лидийский, какой мы хотим И смотрим, сколько там знаков И просто по знакам определяем тональность Этот способ сложнее Но я рекомендую его тоже знать и понимать Хотя бы, как минимум Значит, вернемся к нашему микс-лидийскому до Вот он, микс-лидийский до Значит, смотрим, сколько знаков До, ре, ми, фа, соль, ля, си Си-бемоль Си-бемоль и опять до Соответственно, у нас один бемольчик Си-бемоль Как определить по бемолю у нас Здесь мы знаем, что си-бемоль Строим кварту вниз Си-бемоль, кварту вниз будет фа Соответственно, тональность фа Последний знак Последний знак В количестве знаков при ключе Можно по нему определить тональность Если там бемольная тональность Последний знак – это четвертая ступень Соответственно, мы кварту вниз строим Если диезовая тональность То это седьмая ступень Соответственно, мы полутон вверх строим Здесь у нас, например, последний фа диест, тональность соли Здесь у нас последний до диест, тональность ре В общем, говорю быстро, но те, кто хотят услышать, они меня услышат Те, кто хотят понять Те, кто не хочет, ну, извините, нужно, значит, подрасти Итак, давайте еще раз подытожим последнее Поставим точку, расставим все знаки приоритетов и т.д. и т.п. Чтобы было понятно, чтобы точно понятно было Давайте попробуем сложную взять тональность Сейчас будет уровень такой сложный Возьмем, к примеру, си миксолидийский Вот мы послушали, сыграли си миксолидийский По первому принципу определения тональности Мы знаем, что миксолидийский, мы должны знать уже, по крайней мере, после этого видео Что миксолидийский это четвертая ступень натурального мажора Соответственно, си мы можем на окно увидеть, чтобы было выше, чтобы понятно было Соответственно, у нас выпадаем в фа диез Соответственно, фа диез мажор Фа диез мажор, да сложная тональность Это сложная тональность, там большое количество знаков Давайте определять эти знаки, так скажем, чтобы было понятно Чтобы и вам было понятно Фа диез мажор, это сложный тональность, в ней большое количество знаков И мы сейчас попробуем их определить через наш си лидийский селедийский. Сыграем еще раз. Сыграли еще селедийский. Давайте находить знаки и по ним определяет анализ. Значит, первое Си у нас чистое Си. Дальше мы попадаем в ноту. По идее, это должна быть либо до диез, либо рабемоль. Если мы с рядышком до и, соответственно, тон, это у нас либо до диез, либо рабемоль. Значит, как мы тут поступаем? Если мы представим, что это рабемоль, то это не получится, это невозможно. Это будет ошибка. По какой причине? Потому что если мы здесь скажем, что это рабемоль, соответственно, у нас пропадет нота до, и в тональский не будет нота до. Это не может такого быть в диатонической системе в нашей европейско-западной родной, так скажем, не может не быть ноты до. Поэтому здесь очевидна нота до-диез. По первому знаку мы уже поняли, мы понимаем, что тональность диезовая, а не бемольная. Потому что, так скажем, дуэль ре, бемоль и до диез здесь выиграла до диез без всяких вариантов поэтому идем дальше дальше у нас тут соответственно опять же, да, есть у нас диезный тональ ре, ре диез, соответственно у нас ре диез, дальше у нас нота ми диез почему это ми диез, потому что это не может быть, опять же, да, это не может быть фа, потому что в таком случае у нас не будет ноты ми и у нас получится фа, фа диез такого быть не может, соответственно это фа, это у нас ми диез Значит, у нас еще раз Си, до диез, ре диез, фа диез Ми диез, ми диез, ту плюс а Ми диез, потом у нас фа Дальше Фа диез, значит Ми диез, фа диез Далее у нас нота соль диез Вот она Соль диез, ля диез И мы приходим в си Итак, мы посчитали количество диезов Сыграли миксолидийские Поняли, что это диезовая тональность, что это фа диез И если мы будем смотреть Относительно натурального мажора То есть фа диез мажор, построим его еще раз Последний диезик у нас здесь в этой гамме Будет это ми диез Соответственно, если мы посмотрим на нотный стан Если мы посмотрим на ноты Знаки при ключе, то последний диезик Будет ми диез в тональность фа диез Соответственно, мы строим полтончика и получаем фа диез И по этому количеству знаков Мы можем определить, что тональность фа диез Ну, я надеюсь, что вы услышали. Те, кто хочет услышать и поймёт, и хочет услышать, и хочет понять, он меня поймёт и услышит. Движемся к завершению, к финалу. Домашнее задание. Значит, определите мне тональность. Три тональности в комментариях. Цифра 1 тональность, цифра 2 тональность, цифра 3 тональность. Значит, первое. Ми. Ми микс или диск. Какая это будет тональность? Ре натуральный минор. Ре натуральный минор. И до... до лидийский. Ещё раз. В комментариях напишите, значит, ми микс или диск. Ми микс или диск, ре натуральный минор и до лидийский. Какие будут тональности? Для чего это нужно? Для того, что кто напишет правильно, он точно поймёт эту тему, и точно для него это видео будет не напрасно, не пустой звук. Ну, а те, кто, допустим, до этого знал, это как бы освежить мозг и освежить свои, так скажем, теоретические познания. В заключение хочу сказать, что к этому видео будут доступны материалы, ноты, табы с ладами, с диатоническими и нетитоническими. В две октавы я специально разложил, чтобы можно было играть, уже изучать, слушать их. На моей страничке в Boosty заходите, где вы можете их за небольшой донат получить. Там будут PDF и GTP5 файл гитар-прошный. Также там будет бонус, там будет бонус в виде нескольких ладов, о которых никто не знает, это другие лады, но изучение их может вам доставить удовольствие. Какие-то новые, может быть, опять же, неизвестные вам ранее нотки нащупать, неизвестные вам ходы. Такая, как неаполитанская гамма, цыганская гамма Эрика Сати, византийская гамма. Те, которые вообще практически не используются и мало кто о них знает, но, может быть, вы захотите, так скажем, изучить для себя. А на этом сегодня все. Буду завершаться. Как мне кажется, видео получилось довольно длинное, довольно тяжелое, нудное. Но я надеюсь, что те, кто не понял, понял. Те, кто знал, освежил. И мне самому было полезно опять посидеть в этой теме, поиграть. Опять же, что-то для себя какие-то нотки узнал, для себя что-то, какие-то новые идеи почернул. В общем, даже лично для меня это полезно. Я думаю, что для вас это тоже не будет пустым звуком. Все, на этом спасибо. Я уже устал. Всем любви, доброты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok